Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Черемуховые холода придут в море в выходные, а сегодня холодный атмосферный фронт арктического антициклона начнет снижать показания термометров. В субботу-воскресенье, несмотря на солнечную погоду, термометры покажут всего 15-20 градусов тепла. В ночные часы ожидается не выше плюс пяти со слабыми заморозками на почве. По прогнозам, почти вся следующая неделя будет не жаркой с дневной температурой до 18-23 градусов. Теплее станет по ночам. Для многих школьников предстоящая неделя станет решающей при подведении итогов учебного года. Это время годовых контрольных, тестов и последние дни подготовки к экзаменам. А выпускникам до главного испытания начала госэкзаменов осталось всего полторы недели. Интеграл и прогрессия неравенства производные. Одиннадцатикласснице Татьяне Булдаковой по плечу любая, даже самая сложная задача. Свои знания в этом году она уже показала на очном туре профильной олимпиады Физтех-2013. Итог – почетное второе место и возможность в любой вуз поступить без сдачи профильного экзамена. Естественно, я воспользуюсь этим правом, потому что это достаточно важно. И 100 баллов все-таки выдает некоторые преимущества перед другими выпускниками. Учителя лицея номер 11 сегодня довольны своими учениками. Они легко справляются даже с самыми сложными заданиями. Заниматься с репетитором и днем, и ночью не нужно, считают педагоги. Просто начинать подготовку к выпускным экзаменам необходимо как можно раньше. У нас в школе работает система и элективных курсов. Это бесплатные для учеников занятия. Они в рамках учебного плана идут. И плюс у нас еще идут дополнительные курсы для желающих ребят. Их ведут уже преподаватели высшей школы. Цена таких спецкурсов невелика. Всего 70 рублей за час. Как говорят сами ученики, этого вполне достаточно, чтобы хорошо подготовиться к ЕГЭ. Во избежание возможных проблем на итоговом тестировании психологи рекомендуют брать на экзамены, казалось бы, элементарную, но на самом деле необходимую вещь – часы. У нас в школе проводится курс «Основы саморегуляции». Там мы учим детей расслабляться, во-первых, контролировать свои эмоции, во-вторых. Ну и самое, наверное, главное – учим таким вот основным правилом для того, чтобы они могли структурировать тот учебный материал, который им необходимо усвоить. Изменений в ЕГЭ в этом году немного, но все же есть. В первую очередь поменялось время тестирования. Пять минут забрали у физики, литературы и математики. А вот к русскому языку, истории и обществознанию из-за сложности добавили полчаса. Это связано с тем, что часто ребята просто не успевают переписать данные из черновика. Ровно четыре часа будет длиться и единый госэкзамен по иностранному языку. За пронесенный на экзамен сотовый телефон выпускников накажут рублем. Кроме удаления ученика из аудитории, ему придется заплатить штраф. Впрочем, контроль за ходом сдачи ЕГЭ в этом году будет усилен. За дисциплиной будет следить не только специальная комиссия, но и камеры видеонаблюдения. Их установят во всех пунктах проведения ЕГЭ. А их в Борел планируется открыть 38. Самым большим, пожалуй, изменением в этом году по единому госэкзамену будет то, что минимальный балл сдачи единого государственного экзамена будет в прошлом году и в прошлые годы был известен после проведения экзамена. Сейчас он уже известен до проведения экзамена. Как и прежде, в этом году сдача русского языка и математики является обязательной для всех школьников. При этом самыми популярными дополнительными предметами в этом году снова стали общество знания и физика. Реже всего школьники выбирают ЕГЭ по немецкому и французскому языкам. Писать итоговое тестирование в Морел в этом году будут свыше 4000 человек. В Миномбарнауке уже утвердили расписание единых государственных экзаменов. Основная масса выпускников сдавать русский язык придут 27 мая, а математика назначена на 3 июня. Как оплатить собственное обучение в УЗИ, не надеясь на родителей? Оптимальный вариант для студента – пойти работать. И летние каникулы для этого самое время. Впрочем, в одном из вузов республики решили пойти дальше. И предложили студентам зарубежные стажировки, где они могут не только набраться опыта по своей будущей профессии, но еще и неплохо заработать. Золотые пляжи и лазурное теплое море. Только в прошлом году отдых на турецком берегу предпочли более трех миллионов россиян. Таковы данные Росстата. Турция остается самой посещаемой российскими туристами страной. Сколько среди них было жителей Морел, никто считать не брался. Впрочем, далеко не все едут в Турцию только лишь отдыхать. Так сразу 52 студента из Морел нынче отправились в эту страну работать. Ребята проходят каждый год там практики, уезжают в мае месяц и приезжают в сентябре. Во время этих практик они получают огромный опыт, они встречают наших русских туристов, работают в качестве шоп-гидов, работают в других сферах, связанных с туризмом в Турецкой республике. И, конечно, кроме этого они еще и зарабатывают. И после возвращения из Турции многие из них сами оплачивают свою учебу. Крепкие международные связи у факультета социальных технологий по ГТУ сложились уже давно. Ежегодно студенты из Морел стажируются и в США, и Германии, и Республике Беларусь. Екатерина, вот она на фотографии, в этом году за границей побывала впервые. Переняла иностранный опыт. Будущий социальный работник уверена, ВУЗ дает знания и возможности. И уже задача студента – использовать их по максимуму. Соцработник – это такая универсальная, на мой взгляд, специальность, потому что можно работать как в министерствах, также можно работать и в домах-интернатах, в неврологических диспансерах. То есть это учреждения как управленческие, так и уже более медико-социального характера. Пополнится в этом году рынок труда Республики и молодыми специалистами в области рекламы. Это первый выпуск – 26 человек. Большинство из них уже работают в различных рекламных и информационных агентствах. Мы заинтересованы, чтобы кадры, которые готовятся в университетах, возвращались на родную территорию и здесь, на этой территории, проводили те опыты развития, которые они увидели, где-то чему научились, где-то находясь на практиках. Я думаю, что если говорить об итогах работы факультета социальных технологий по четырем направлениям подготовки – социальная работа, сервис, туризм, реклама и связи с общественностью, я думаю, что очень много ребят остается в Республике. Много остается. И сфера, скажем, сервиса и туризма сегодня в Республике такова, что, наверное, процентов 70 туристических фирм Республики, они имеют в своем составе выпускников нашего пути. Кстати, именно по направлениям подготовки сервиса и туризма в этом году в ПГТУ значительно увеличилось количество бюджетных мест. Всего же на факультет социальных технологий поступить бесплатно нынче смогут около 150 человек. ФСТ вообще единственный факультет в Волготехе, имеющий гуманитарную направленность, поэтому стоит подтянуть школьные знания по истории, русскому языку и обществознанию. Подробнее о правилах приема можно узнать на официальном сайте ВУЗа. Сегодня велосипедисты, а через несколько лет автомобилисты. Правила дорожного движения едины для всех его участников, вне зависимости от возраста и транспортного средства. Этот урок для себя еще раз усвоили ученики из 26 школ столицы Республики, принявшие участие в ежегодных городских соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Как поют сами ребята, это не забава и не игра. Это городской слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Здесь, на территории Царево-Кокшайского Кремля, собрались команды из 26 школ для того, чтобы еще раз вспомнить и закрепить правила поведения на дороге. Конкурс «Безопасное колесо» он уже, начиная с маленького возраста, закладывает детям культуру, культуру вождения, культуру знаний правил дорожного движения, культуру общения с друг с другом на уличной дорожной сети. В этом году у «Безопасного колеса» юбилей. Вот уже в течение 35 лет подряд этот конкурс объединяет юных участников движения. Традиционно конкурс проходит в мае, в преддверии летних каникул. За 35 лет неизменной осталась по-прежнему суть конкурса – знание и соблюдение правил дорожного движения. Задания конкурса меняются, становятся сложнее, как и дорожная обстановка. Да и возраст участников помолодел. Раньше, 35 лет назад, возраст был 12-14 лет. Сейчас мы помолодели 10-12 лет. Ну, наверное, ребята стали совершенно другие, нежели чем когда-то. Так сложнее стало сдавать правила дорожного движения. В конкурсе «Автогородок» тоже появилось много таких элементов, довольно-таки сложных. Глава Ишкаролинского велоклуба Евгений Светлаков сейчас вспоминает. Когда-то и он около 20 лет назад был на месте этих мальчишек и девчонок. И уже тогда демонстрировал виртуозное катание. Сейчас он, впрочем, как и его супруга Юлия, изо дня в день, из года в год. Вот уже на протяжении около десятка лет не расстается со своим двухколесным конем. В магазин, на работу и даже на собственную свадьбу. Исключительно на велосипеде. Говорит, так дешевле и полезнее для здоровья. Но таких, как семья Светлаковых, единицы. Велосипед простой в управлении и неприхотливый в обслуживании транспорта. Однако пересаживаться из комфортных автомобилей горожане не торопятся. Для этого необходимы не только велосипедные дорожки, но и специализированные стоянки. Передвигаться по нашим дорогам на велосипеде зачастую просто небезопасно. Как отмечает глава велоклуба, согласно правилам, уже с 14 лет можно ездить на велосипеде за рамками двора. По правилам это дороги, где велосипедистов остальные участники движения порой просто не замечают. Или не хотят замечать. У нас будет встреча совместная с ГИБДД по вопросу организации велодорожек в городе. Или хотя бы каких-то веломаршрутов, которые в рамках закона мы сможем передвигаться по городу и по возможности безопасно. Особенно дети. Как бы там взрослый, может быть, его голова на плечах сам отвечает. А вот для детей на дорогу, естественно, я не пущу, когда организуем мероприятия. Поэтому ездим мы по тротуарам. При реконструкции уличной дорожной сети, в принципе, мы вносили предложение в администрацию города, в том числе и обустройство велосипедных дорожек. Но здесь, в свою очередь, все это зависит от выделения финансовых средств, как будет заложено в программе на обустройство уличной дорожной сети. Но мы свои рекомендации уже сделаны. О преимуществах экологически чистого транспорта, пожалуй, больше знают в странах Европы. Это в Голландии или Дании. Мэр города может позволить себе ездить на работу на велосипеде. А в Швейцарии и вовсе считается странным, если в теплое время года ребенок добирается до школы не на велике, а с родителями на машине. Для того, чтобы решить транспортную проблему в столице Финляндии и Хельсинки, еще 30 лет назад даже был создан специальный велосипедный департамент при мэрии. Сейчас здесь многим велосипед заменяет и личный автомобиль, и общественный транспорт. В Ишкарале первые официальные велодорожки появятся в новом Воскресенском парке, который построят на пустыре рядом с возводящимся легкоатлетическим манежем. Кстати, одними из первых, возможно, их смогут опробовать победители конкурса «Безопасное колесо». В этом году ими вновь стали ученики 23-й школы. Пока же ребята заняты обкаткой своих наград. Это дорогие спортивные велосипеды. И готовятся представлять Ишкаралу на республиканском конкурсе, который пройдет в предстоящие выходные. Если бы это были велосипедные дорожки, это тот, конечно. Реально пересесть на велосипеды. Смотря какое расстояние ехать. Если ехать в большое расстояние, то лучше на машине. Да и кондиционер есть. Это удобство. Как дети вырастут, сразу пересядем. На велосипеде это лучше, конечно. Потому что сейчас пробок много. На велосипеде лучше. Ну, уже года на велосипеде. Ну, можно, конечно. И пробки, и затворы на дорогах. В том числе и занятия спортом. Причина, чтобы сесть на велосипед. Ой, да запросто. Зимы не было бы. Это же полезнее для здоровья. У нас по улицам города опасно очень ездить на велосипеде. Ну, когда хорошая погода, можно на велосипеде покататься. А когда пасмурно, дождь, тогда на машине обязательно только. Да, конечно. У меня, во-первых, есть велосипед. Велосипед – это движение, это жизнь, это здоровье. С приближением летних каникул для родителей важнее становится вопрос, чем занять ребенка летом. Самые популярные варианты – на деревне к бабушке или в загородный лагерь. Первая смена начнется уже в начале июня. О том, как в республике ведется подготовка к предстоящей летней оздоровительной кампании, вопросы напрямую мы задали руководителю управления Роспотребнадзора по Мариэл Светлане Булатовой. Светлана Ильгизовна, здравствуйте. Здравствуйте, Лилия. В Мариэл в самом разгаре идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Какие санитарные требования предъявляются к детским лагерям и на что стоит обращать внимание родителям при выборе места отдыха для своего ребенка? В этот сезон у нас будет функционировать 301 учреждения, из них 18 загородных оздоровительных учреждений. Планируется охватить оздоровлением свыше 26 тысяч детишек. Ну и, конечно, подготовка началась уже еще по итогам прошлого сезона. Но на сегодня могу сказать, что у нас план заданий выполнен практически на 90% во всех оздоровительных учреждениях и некоторые на сегодня оздоровительные учреждения готовы уже принять с 1 июня наших ребятишек. Ну и, конечно, мы большое внимание уделяем подготовке кадров. Свыше 4 тысяч человек персонала будут заняты на отдыхе. У всех должны быть профилактические прививки по возрасту. И уже второй год мы уже практикуем такую практику – это обследование персонала пищеблока на кишечные вирусные инфекции. Я считаю, родителям не надо беспокоиться. Можно выбрать любой лагерь, потому что весь этот комплекс мероприятий в каждом лагере будет выполнен. Родителям, конечно, надо побеспокоиться о том, чтобы ребенок был готов к лагерю. Обязательно наличие медицинской карты. Все обследования, все прививки должны быть внесены в эту медицинскую карту. Справка об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями. Ну и некоторые там медицинские осмотры. В середине мая и до конца июня в лесах Морел, как говорили санитарные врачи, прогнозируют пик активности клещей. Насколько они опасны в этом сезоне? И можно ли подцепить клеща, ну, например, в городском парке или сквере? В этом году у нас сезон, так сказать, еще не активизировался. Ввиду того, что все-таки была поздняя весна, было прохладно, и поэтому мы пока на сегодня зарегистрировали 95 случаев присасывания клещами наших людей, количество обратившихся, невысокое по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. На это время, в прошлом году было уже 585 обратившихся. Какая разница? Большая разница, причем эта тенденция идет по всей стране, идет ниже. На сегодня у нас нет случаев заболеваний клещевым цифалитом, клещевым болезом, хотя укушенные обращаются за медицинской помощью. Все-таки я считаю, что здесь немножко и бдительность наших граждан стала выше, потому что на сегодня все знают меры личной профилактики при выходе в лес, при работах на садовых участках, соответственно, как вести себя на пикниках, как одеваться, и надо использовать репелленты в обязательном порядке. Помимо вот этой личной меры профилактики, есть еще и меры общественной профилактики. У нас обрабатываются лесопарковые зоны, территории кладбищ в обязательном порядке. Уже мы знаем, что и сосновая роща, и дубовая роща в городе Ешкар-Але, они будут обработаны в ближайшее время. В лагерях у нас буквально со дня на день начнутся эти обработки. Где-то порядка 150 гектар мы только обрабатываются территорией именно здравительных учреждений. В Мариел по итогам прошлой недели на треть выросло число заболеваний острыми кишечными инфекциями. С чем это связано, Светлана Ильгизовна? Та ситуация, которая была на прошлой неделе, она укладывается в типичную динамику развития педпроцесса. Более того, мы анализируем многофакторный анализ причин. Случаев групповых одномоментных заболеваний у нас среди населения в организованной КСИФ не зарегистрировано. Нет случаев связи заболеваний, допустим, с употреблением пищевой продукции промышленного производства. Или, допустим, в результате употребления питьевой воды. Это самое главное, это мы отслежим. Все заражения, как правило, они банальные, происходят в быту при несоблюдении элементарных мер личной гигиены. Подготовка к новому летнему торговому сезону, как правило, начинается еще задолго до жары, еще задолго до того времени, как появляются на улицах Ишкаралы прилавки с мороженым или прохладительными напитками. Как ведется контроль за объектами уличной торговли? Основная, конечно, такая мелкорозничная торговля, она будет на территории города Ишкаралы активно. 56 у нас будет летних кафе, 127 точек мелкорозничной торговли мороженым, 66 точек будет по продаже кваса и 19 точек по продаже прохладительных напитков. Все, кто будут продавать этот товар, это все наши юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы и которые осуществляют свою торговую деятельность на территории города Ишкаралы. Будет наш местный производитель также по продаже мороженого. Если, допустим, есть претензии к качеству данного пищевого продукта, или вам кажется, что эта услуга оказана некачественно, то они могут обратиться, конечно, в наш адрес. Так и могут вам написать в твиттере, Светлана Ильгизова? Могут, да. Но я хочу сказать, что у нас на самом деле на нашем официальном сайте есть электронная форма обращения. Более того, он может сделать звонок. Телефон горячей линии у нас также размещен на сайте. И причем по данному звонку любой житель из любого населенного пункта может сделать этот звонок бесплатно для него. Спасибо вам большое за беседу, Светлана Ильгизовна, и до свидания. До свидания. Ишкар-Алу вновь ждет Ночь музеев. Напомню, раз в год как раз к профессиональному празднику, Международному дню музеев, который отмечают 18 мая, во многих странах мира музеи не только открывают свои двери всем желающим, но и работают допоздна. Кстати, в Ишкар-Але в субботу днем музей можно будет посетить бесплатно. А для посещения вечерних и ночных представлений Ночи музеев все-таки придется приобретать билеты, но по очень невысоким ценам. Музейщики объясняют этот шаг необходимостью хотя бы частично компенсировать затраты на подготовку к празднику. Искусство без развлечений уже немыслимо. Шестой год подряд Ишкар-Ала на гребне международной темы. Акция Ночь музеев, задуманная как пропаганда доступности музейной среды, переросла в нечто большее. Музеи в эту ночь предстанут не как место созерцания, а место культурного прогресса, когда на одной площадке соединяются и музыка, и танцы, и театр. В какой-то момент все-таки мы, как многие музеи российские, начали осмысливать, нужно ли нам это. И в какой-то момент мы поняли, что все-таки зритель уже не мыслит себя без музейной ночи. Потому что где-то сознание, особенно молодежи, это такая галочка, вот надо посетить музейную ночь. В предстоящую культурную ночь зрелищ будет более чем предостаточно. Изучив программы всех музеев, возникает желание создать личного клона, чтобы везде успеть. Практически на всех музейных площадках комфортно будет не только взрослым, но и детям. В Национальном музее имени Евсеева детская программа начнется еще днем в три часа и продлится до пяти. После, до полуночи, здесь развернется территория для взрослых, молодежные танцы, концерт старинной музыки и даже камерный хор. Вот этот хор будет состоять из 50 человек, это в течение полутора часов для знатоков, любителей камерного хора. В Республиканском музее изобразительных искусств, что по соседству, акция начнется в 6 часов вечера. И здесь деткам разве что на мастер-классах будет интересно и уместно находиться. Эта площадка больше всего заинтересует молодежь, так же как и Национальная художественная галерея. Ночь музеев дала старт для продвижения многих коммерческих проектов, партнерские отношения с бизнес-сообществом, но отсутствие спонсорской поддержки. Как итог, в Ешкар-Але за посещение музеев придется заплатить. По словам организаторов, суммы символические, но все же не везде. И, конечно, традиционная экскурсия, потому что не все любят шум, суету. Кто-то отрывается от этой шумной толпы, присоединяется к группе и идет с экскурсоводом. Я думаю, тоже такой необычайный формат в ночи слушать неторопливый голос экскурсовода. Открытой и громкой площадкой вечером 18 мая станет Цирево-Кокшайский Кремль с рок-концертом, исторической реконструкцией. А рекордсменами акции в Ешкар-Але окажутся сотрудники музея истории города. Их программа расписана до двух часов ночи. И, кстати, предполагает автобусные, пешие и водные экскурсии. Лишь бы с погодой повезло. Кстати, все детали событий вечера можно найти в социальных сетях, где есть подробные программы всех музеев-участников. Хотя музейщикам уже стоит подумать и о создании собственных сайтов, пока они лишь на стадии разработки. Стать причастными к международному движению, пусть и на своем уровне, интересно. Ночь музеев помимо России одновременно проходит в 42 странах Европы, а это более 2000 музейных площадок. Кстати, в Европе акция для посетителей тоже не бесплатная. В среднем 12-13 евро, но с правым перемещение из музея в музей по стороне на специальном автобусе. Как говорят, музей – это зеркало общества, а значит, нас самих. Музейщики Ишкаралы ночь с 18 на 19 мая продумали – дело за посетителями. А оплата где-то существенная, а где-то и символическая. Пусть станет небольшим, но вкладом в развитие наших музеев. Мариэлочка на старт. В выходные женская футбольная команда Республики Мариэл проведет первый матч нового сезона. Напомню, что подопечные тренера Евгения Петрова выступают в зоне «Центр Волга», второй по значимости первой лиги страны. Стартовый матч сезона 2013 года пройдет дома, на стадионе «Дружба». Предшествовал старту первенства страны за анальный этап спартакиады учащихся России. Там наши девчонки на предварительной стадии в четырех проведенных матчах одержали три победы. А в матче за третье место уступили пермской команде, заняв в итоге четвертое место. Что касается первой лиги, то, как и в прошлом году, задача Мариэлочки – выход в финал первенства страны. То есть по итогам сезона в своей зоне Ишкаралинки должны занять место не ниже второго. Первый матч на «Дружбе» в субботу 18 мая. Начало игры в 16 часов. Соперник – Ульяновская «Волга». Вход для болельщиков свободный. В республиканской станции переливания крови срочно требуются доноры с первой группой крови «Резус положительный». Обращаться город Яшкарала, улица Пролетарская, 66, с 8 до 11.30. При себе иметь паспорт. Как поясняют врачи, кровь требуется в городские и районные больницы для тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в срочной помощи. Мы продолжаем рассказ об интерактивном ТВ от Ростелекома. И сегодня остановимся на одной из самых примечательных его функций – это управление эфиром. Начнем с того, что любой из каналов в любой момент вы можете поставить на паузу и заниматься своими делами, а затем продолжить просмотр с того фрагмента, на котором остановились. Кроме этого, если вы включили фильм или программу на середине, достаточно выделить его в меню интерактивного ТВ Ростелеком и нажать кнопку «Смотреть сначала». При этом вы можете также ставить эфир на паузу и пользоваться перемоткой, например, для того, чтобы перемотать рекламу. Кроме того, в возможности интерактивного телевидения заложена система рекомендаций. То есть система автоматически анализирует предпочтения абонента, то есть тот контент, который он наиболее часто смотрит. И затем в интерактивное меню выкладывается этому абоненту рекомендации по просмотру наиболее интересных для него каналов. Еще одна интересная функция, реализованная в интерактивном ТВ Ростелеком – это отложенный просмотр. Выбрав прямо в меню интересующую вас программу, которая еще не вышла в эфир, вы можете запланировать ее запись и посмотреть в любое удобное время. Все больше популярностью пользуется и услуга «Видеопрокат дома», которая дает возможность посмотреть последние новинки кино в великолепном качестве. Вы просто выбираете фильм, при этом с вашего счета списывается небольшая сумма денег, намного меньше, чем стоит билет в кино, и смотрите его прямо дома. По количеству заказов лидируют мультфильмы «Три богатыря на дальних берегах» и «Барашек Шон». Выбирая кино, абоненты Ростелекома чаще всего отдавали предпочтение облачному атласу и отечественным джунглям. Удобно? Присоединяйтесь к семье интерактивного ТВ Ростелеком, которая дает намного больше возможностей. Для того, чтобы подключиться к интерактивному телевидению, необходимо либо позвонить по нашему телефону 44 17 17, либо оставить заявку на сайте. Ну и, конечно, самый удобный способ – это прийти в наш отдел абонентского обслуживания. На сегодняшний день есть акция. За 350 рублей абонент получает скоростной интернет, интерактивное телевидение и Wi-Fi роутер. Слушайте Пульс Радио – получайте подарки. Информационная служба ТВ и Радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова